Приветствую вас! Ну, для начала, чтобы вы, чтобы вы лучше понимали, как там стоят дела, мне бы хотелось вам сказать следующее, просто вот для начала. Что своей измены вы заставили своего мужа почувствовать себя унизенным, преданным и так далее. И сейчас ему плохо, он сейчас переживает, ему сейчас тяжело. И, собственно говоря, ему нужно время, чтобы адаптироваться, если угодно, к вот такой вот новой реальности, в которую вы его поместили. Поэтому ничего удивительного в том, что он не хочет с вами мириться, в данном случае нет. Но это нормальная реакция, и я не думаю, что было бы правильным вести себя в данном случае как-то иначе, как-то по-другому и так далее. То есть, здесь ситуация именно вот такая, что ваш муж жертвует себя унизенным. И ему нужно время, которое вы, как я понял, ему не даете. А надо бы давать, потому что в противном случае человек просто отдалится от вас, почувствовав, что вы на него давите. А это не есть правильное. Далее, о чем нужно обязательно упомянуть. Вы изменили мужик своему почему. Вы вот для чего это делаете вообще? Вообще. С какой целью вы ему изменяли? Что вами двигало? Когда вы изменяли? Что двигает сейчас? Может быть. Что двигает сейчас, например, быть с ним, стараться быть с ним? То есть, иными словами, если вы ему изменили, если вы, как бы, ну, предали его, то зачем, для чего хотите вернуть? И ведь очевидно же, что тот факт, что вы изменили ему, говорит о том, что вы чем-то не удовлетворены. Так, прежде чем возвращаться к нему, стоит подумать, а чем именно вы не удовлетворены? Какие проблемы заставили вас пойти на измену? Это вот важный момент. Потому что гарантии нужны вашему мужу. В любом случае, чтобы вы ему больше не измените. А для того, чтобы были гарантии, чтобы они реально были, чтобы мужчина вам поверил, ему нужно понимать, почему произошел факт измены. Опять же, без этого понимания у ваших отношений без преувеличения нет будущего практически никакого. Потому что мужчина будет думать, что даже если он вас простит, даже если он вас примет, вы все равно ему измените опять. И надо сказать, что эта позиция, она не лишена здравого смысла. Потому что если он не знает причину, по которой вы ему изменяли, то, естественно, он и не может дать гарантию себе, хотя бы себе, что этого больше не позволит. Поэтому вот это тоже важный момент, на мой взгляд. Далее. Далее, что я вам хочу сказать. Значит, я его очень сильно люблю, и у нас с ним есть общий ребенок. То, что вы его очень сильно любите, и я вам верю. То, что ребенок есть общий, понятно. Как это все, опять же, скажем так. Соотносилось или соотносится с тем, что вы ему изменили. Ну, если вы его так сильно любите, если у вас с ним ребенок, ну как же, как же вы ему изменили тогда? Вот это тоже очень важный вопрос. Вопрос, понимаете ли вы, что, что бы вы не сказали сейчас, какой бы аргумент вы не привели, его очень легко опровергнуть. Поэтому я рекомендую вам мужа пока немножко не трогать, поставить его, дать ему время побыть одному, может быть, наедине с собой немного, и чтобы он как-то остыл, подостыл, подумал, решил для себя что-то. Вот, ну и, собственно, постарайтесь донести до него какие, какие проблемы. Какие проблемы заставили вас пойти на измену, чтобы он их увидел. Что это произошло не от, не от хорошей, знаете ли, жизни, не от преизбытка сытости, если можно так выразиться. А чтобы он видел, что вы ему изменили, потому что, ну, например, у вас была критико-ритичная ситуация, вам было плохо. Вот, смотрите, до него донести это. И пообещаете ему, если что, подобные проблемы впредь будете решать только, ну, там, может быть впредь именно говорить не надо это слово впредь. А вот, если вы скажете ему, что, там, я поняла, что была не права, и поняла, что ошибка-то моя в том, что я не сказал, например, тебе о наличии у нас проблем каких-то, да? Вот, если так, если вы так вот вопрос поставите, то со временем вполне может быть, что мужчина вас простит. Но опять же, со временем. Сразу с вами мириться никто не будет. Я хотел, чтобы вы это понимали. И разговаривать. А только разговаривать. Разговаривать, разговаривать. Разговаривать с ним. Только разговаривать. Обсуж��라, не обсужадать, не обсужда 이렇게. Ладно выводить его на эмоции, чтобы он не держал их в себе, чтобы эмоции не копились в нем и чтобы он не привыкал, условно говоря, решать эти проблемы без вас. Потому что если он будет один, если ему, ну если получится такая ситуация, что вы отдалитесь, например, от него и так далее, и так далее, то он просто переживет это без вас и, естественно, зачем вы ему будете нынны. Ну а вам я рекомендую все-таки определиться с вашим мотивом основным, с вашей позицией, опять же, основной. То есть вот, какая у вас позиция? Вот вы говорите, что любите свою историю, дорогу вас. Но, как бы, опять же, непонятно, если все это так, то почему произошел тогда факт измен? Если все, как вот вы говорите. Здесь наблюдается, наблюдается, на мой взгляд, определенная противоречия. И с этим противоречием с ним нужно разбираться. Потому что до тех пор, пока это противоречие есть у вас, оно влияет на вашу жизнь. В том числе и на вашу жизнь с вашим мотивом. От чего, как вы видите, страдают ваши близкие. А этого, на мой взгляд, быть не должно. То есть, не должны страдать ваши близкие. От того, что происходит. Поэтому, вот, с этим моментом я тоже рекомендовал бы вам определиться и подумать о нем как следует. Если выберите правильную стратегию и если будете действовать в нужном, деликатном направлении, грамотном, то я полагаю, что у вас все получится и муж к вам вернется. Но, только при условии, если у него есть к вам чувства. Если у него чувства к вам есть, и они просто, грубо говоря, оказались там погребены сейчас, ну, под волной обиды, негатива, да, по отношению к вам и так далее. Но если чувства все-таки есть, то я уверен, что мужчина к вам вернется. Но у него должно быть четкое понимание того, что долгнуло вас на измену. Без этого понимания все попытки отношения вернуть не имеют никакого смысла. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались у вас, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...